Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня мы с вами будем кушать, как вы уже поняли, у нас здесь остались роллы со вчерашнего дня, курица в гриль, точнее половина курицы в гриль, огурчики, здесь, конечно же, мои любимые, маслина. Вот такое вот ведро напитка. К сожалению, не из холодильника, я забыла поставить в холодильник, поэтому как-то так. Давайте приступим, а начать я хочу с йогуртом. Очень странно, да? Обычный йогурт я оставляю на десерт, но просто настолько хочется чего-то такого холодненького, как пахнет. Йогурт был на скидке, по-моему, стоил 30 копеек, это что-то в районе 15 рублей. В прошлый раз, когда ходила в закупки на неделю, там были соки, стоили они монат 10. В общем, стоили они где-то на 30% дешевле, чем обычно. Я взяла мало, всего 2 сока. А сейчас я думаю, когда скидки надо брать много. Кинула в холодильник, потом пей до конца жизни. Это было нечто. Это было просто вау. И давайте приступим к курочке. Ой, люблю я гриль. Особенно, вот когда хорошенько она прям обжарилась. Целую не 7, подумала я. Что ставить перед собой? Я сегодня хочу поговорить с вами на тему хаэта. Я под прошлым видео закупки продуктов на неделю. Один монат это 41 рубль. А здесь я пишу, что один монат это 43 рубля. То есть разница всего в 2 рублях. И это не потому, что я так решила, а просто курс такой. Курс иногда меняется. И в соответствии с курсом сегодняшнего дня я вам перевожу все. И тут, значит, одна девочка мне пишет. Какая же ты тупая Айка. Мы в прошлом видео видели, что один монат это 41 рубль. А сейчас ты пишешь 43. И сразу с такими, знаете, оскорблениями не выяснив, почему так. А почему может быть такое, что курс валют меняется? Ну это нормально, ребята. Раньше доллар сколько стоил, сейчас сколько стоит. Меня очень раздражает необоснованный хейт. Это я к чему? Я смотрю своего любимого блогера. И блогер начал новое дело. Ну, конечно, это сложно назвать бизнесом и так далее. Но хоть чем-то начал заниматься. И все сразу начинают хейтить. Ой, мы ожидали от тебя что-то интересное. Ой, ты ерундой начинаешь заниматься. Любой человек когда начинает заниматься чем-то новым, почему-то аудитория прям хейтить начинает человека. Не знаю почему. Как только блогер начинает петь, все начинают ой, какой ужас, у тебя нету голоса, слуха. Заткнись, не позорься и все дела. И до меня просто не доходит, почему. Если человек начинает что-то новое, круто. Вот любой блогер начинает петь. Все начинают. Какой ужас. Фу. Почему так люди делают, я не знаю. Вместо того, чтобы поддержать своего любимого блогера, даже если у него плохо получается сказать, да у тебя все получится, верь в себя, все из чего-то начинают. Я знаю девочку, которая просто в инстаграме продавала косметику. Причем, знаете, какие-то реплики. Сейчас у нее свой магазин. То есть все люди с чего-то начинают и нужно уметь давать поддержку. Когда я начинала YouTube, мне тоже некоторые люди говорили, тебе заняться нечем, реально, Айка. Занимайся уроками. Вот зачем тебе оно надо? Поэтому к чему я все это? Если у вас внутри есть какая-то мечта и все вокруг говорят, что у тебя ничего не получится, да не надо, забейте. Забейте и делайте. А когда сделайте, расскажите всем. Я в инстаграме ставлю фотографии с парнем и внизу пишу, что я скучаю. Почему-то все начали думать, что мой парень в армии. Нет, ребята, он просто уехал. Он уехал, а я, как всегда, в состоянии ожидания. Вы меня смело можете называть ждуном. Это я, чтобы уточнить, чтобы все поняли. Какая курочка вкусная, ребята. Это нечто. Тут еще имбирь, он настолько в тему, мне его положили столько. Джаппенс Гарден Суши положили столько. Даже Фатим настолько не нравится имбирь, как мне уже. А в начале нашей карьеры, так скажем, я вообще не могла видеть имбирь. Знаете, когда там, где-то, наверное, 4 года назад, у меня брат начал снимать мукбанки. он даже снял видео, как он сидит, ест борщ, рассуждает о валютах и так далее. В общем, и мы его не поддержали тогда. то есть мама начала начать такое, типа сидишь, кушаешь на камеру, кто это будет смотреть, это неинтересно. Но конкретно мы его не поддержали. А сейчас как будто в нем что-то перегорело. То есть он уже не хочет этим заниматься. А жаль. То есть нужно уметь поддержать человека в тот момент, когда ему нужна эта поддержка. Блогинг это неплохо. Да и вообще разные бывают желания у детей. И не всегда родители готовы потакать капризом своего ребенка. родителей тоже можно понять. Все дети в детстве хотят стать футболистами или, например, певицами. Но не все же стоят. Многих это просто остается на уровне мечты. Я в детстве, например, кем только не хотела стать. То у меня я хочу стать режиссером. То у меня художница. То я хотела заниматься гимнастикой. Айка, у вас в данный момент карантин. Что ты думаешь по этому поводу? И как живут люди, которые остались без работы в эти трудные времена? На самом деле реально очень печально то, что рестораны, например, не работают, не работают салоны красоты. А если муж, например, работает официантом, а жена в салоне красоты, вот как им жить в таких условиях? Конечно, государство выделило около 8 тысяч, но 8 тысяч это очень мало для жизни. К сожалению, сейчас очень тяжело всем. Всем, без исключения. У меня, например, подруга детства, она тоже работает продавщицей в магазине. Ее сестра тоже работает продавщицей, они снимают жилье. Вот в таких случаях реально очень тяжело. Работы нет, какой-то минимум им платят, но куда с этим? Минимумом. Я совсем забыла про роллы. Иногда, когда у мамы, например, не бывает настроения, или кто-то мне говорит, что Айка, у меня все так плохо, я говорю, послушай, стоп. Вот кому сейчас плохо, реально, кто потерял работу, у кого другие проблемы, дети без еды. А у нас все офигенно. Какие-то небольшие трудности временные. это у всех бывает. Вот реально любая сложная ситуация. Проходит время, и ты понимаешь, что это была фигня. Я оборачиваюсь назад. Любое расставание, какие-то сложные моменты в жизни, тогда мне казалось, это трагедия. Сейчас я думаю, что это ерунда. особенно расставание, первое расставание в моей жизни для меня это был вообще конец света. Для меня просто мир как будто рухнул. Но потом прошло время, и я поняла, что реально очень круто, что ничего не получилось. Очень хорошо, что ничего не получилось. и все мы так. Обернитесь, например, вы. Кто-нибудь скучает по-бывшему? Нет? А в тот момент кажется, что все, ты такого уже никогда не найдешь. Жизнь на этом закончена. И так далее. нужно уметь отпускать ситуацию и людей. Люди все равно рано или поздно возвращаются. Вопрос времени. Как же это было вкусно. Огурчик как будто не свежий какой-то. внутри как будто какая-то мочалка. Я очень извиняюсь, просто удобнее всего кушать руками. Поехали. не люблю такие огурцы. Они, наверное, переспелые. Внутри сухие. Такое ощущение, что это мочалка. В общем, ребята, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайк Эмили. Пока.